К этому часу все новости и эфир на ТВК продолжает программу «После новостей». В студии ведущий Алексей Клешко. Тема сегодня серьезная – бюджет. И сегодня все социальные сети обсуждали, в социальных сетях обсуждали, с каким скандалом он принимался. Бля, а в чем скандал? Ну, говорили, что одни депутаты. Уж не буду называть, предлагали голосовать так, а потом сами голосовали по-другому. Об этом спросим у непосредственного участника сегодняшней сессии, и лидера Красноярского отделения партии «Гражданская платформа», депутата Красноярского городского совета Константина Владимировича Сенченко. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, какие впечатления, ощущения от принятого бюджета? Вы знаете, я сегодня, наконец, спокойно вздохнул. Было очень много напряженной работы. Последний месяц мы изучали бюджет. Действительно было очень много вопросов. Мы их задавали администрации города, задавали непосредственно мэру. И когда, наконец, сегодня бюджет был принят, знаете, такое ощущение, наконец, выполненные работы. Мы очень многое сделали. И я, на самом деле, горжусь городским советом, что все-таки мы это решение приняли. Город может спокойно встречать Новый год. Никаких социальных катаклизмов не будет. Люди получать будут зарплату. Повышение, которое было обещано президентом, оно наступит после Нового года. То есть бюджетники получат повышение зарплаты. Поэтому у меня чувство такого, знаете, облегчения. Мы все-таки достойно прошли эти три месяца. У вас это последняя сессия в этом году или еще? Да, последняя. Скажите, вот таким облегчением говорите с удовольствием. Это что означает? Что притерлась команда городского совета депутатов друг к другу? Сумели политические какие-то разногласия приглушить ради интересов города? Или пока еще это такое временное перемирие? Разногласия есть. Но то, что все-таки большинство сегодня в городском совете люди разумные. Люди, которые понимают, что бюджет необходимо было принимать. И буквально в пятницу, наконец, мы достигли договоренности. И в том числе наша фракция в пятницу приняла решение о том, что мы поддержим бюджет. И все-таки бюджет приняли. Но на самом деле это очень позитивно. И этому невозможно не радовать. Скажите, что, по-вашему, главное в нынешнем бюджете, который вы приняли? Вы знаете, самое главное, это вполне достойный бюджет. Я скажу совершенно честно, искренне, если сравнить с другими городами, которые в Сибири находятся, даже с той же Тюменью, нефтяным краем, у нас сегодня бюджетобеспеченность нашего красноярского бюджета выше, чем, например, в Омске, Новосибирске, в Тюмени, в Барнауле. Поэтому нам есть чем гордиться. Конечно, всегда хочется большего. Это точно. Да, поэтому, но надо быть объективным. На фоне остальных у нас дела идут не очень плохо, даже вполне достойно. Скажите, как, с вашей точки зрения, бюджет, ведь это налоговые доходы, неналоговые и так далее, с точки зрения бизнеса, как будет бизнесу жить в городе в следующем году? Ну, во-первых, мы все слышали послание президента, мы все ждем налоговых льгот и на это надеемся. Но, как бы, это ведь президент сказал, для новых предприятий. Ну, мы же, как бы, предприниматели, люди же все ушлые. Появится предприимчивый. Да, закроются старые, откроются новые. Появится новое предприятие. Поэтому бизнес, бизнес, конечно, ждут не очень легкие времена, но это связано даже не с бюджетом города Красноярска, связано с тем, что общая ситуация экономическая ухудшается. И вот я, на самом деле, очень рад, что все-таки, наконец, мы достигли договоренности о том, что мы не будем вот в Новый год убирать павильонщиков, потому что сначала была программа о том, что 2000 павильонов в начале года снесут, да, и мы бы получили на улицах нашего города там 5, там, 7, 10 тысяч безработных. Вот сегодня, наконец, разум победил, и люди хотя бы на полгода, мы даем вам срочку, для того, чтобы они могли разобраться и решили для себя, чем дальше будут заниматься. А у кого-то обрадовала эта информация, а у кого-то огорчила, ведь есть и противники павильонов в городе. Вы знаете, то решение, которое было принято, оно очень разумное. Принято решение продлить договор именно тем павильонам, которые не нарушают закон. Те павильоны, которые закон нарушают, с ними будет поступать жестко, выделены деньги в бюджете, они заложены на снос незаконных павильонов, на те павильоны, которые нарушают закон. Но основная масса людей, основная масса предпринимателей, это вполне добропорядочные люди. И дай бог им здоровья, пускай они работают, пускай сами себя кормят. Знаете, я хочу вам такой пример привести, очень простой. Ко мне поступила жалоба на один павильон в поселке Сымитников, на то, что предприниматели нарушают закон, и люди им недовольны. Когда подняли вопрос о его сносе, эти самые люди встали резко на его защиту. И ко мне поступило 172 заявления от жителей данного поселка с просьбой не трогать данного предпринимателя. Потому что оказалось, что он им очень нужен и очень важен. И люди говорили, нам его жалко, мы не хотим, чтобы вы его трогали. Но, с другой стороны, жаловались-то ведь тоже неспроста. Жаловались, чтобы улучшалось качество. Да, но когда вопрос стал реально сносить. Да, нашли общий язык, и предприниматели, жители поселка собрались, поговорили, и все-таки нашли компромиссы, и он пообещал больше закон не нарушать. Хорошо. Лидия Перфилевна из Советского района спрашивает, почему мало денег выделили на сельское хозяйство. Лидия Перфилевна, сегодня мы обсуждали бюджет города. Город не выделяет на сельское хозяйство. Зинаи Тимофеевны, Режинодорожного спрашивает про индексацию для пенсионеров в 2014 году. Мы специально пригласим представителей пенсионного фонда, чтобы они рассказали, как будет меняться пенсия в 2014 году. Сейчас, вот о чем я хочу вас спросить, Константин Владимирович. Вот Сенченко до избрания в городской совет, и Сенченко спустя, ну, вот уже три месяца после избрания. Это один и тот же Сенченко? Ну, вы знаете, я, конечно, когда шел в депутаты, не до конца понимал все проблематики. Сейчас я лучше ее понимаю, я понимаю, как бы, лучше, что лучше понимать чиновником. Я же никогда не был чиновником, я никогда, как бы, не работал в системе госуправления. И когда я вот сейчас стал сталкиваться с чиновниками каждый день, я многие вещи стал понимать по-другому. Понимаю, что, на самом деле, в том числе и красноярские чиновники завязаны в некие жесткие рамки федеральных законов, краевых законов. И очень многие вещи, порой разумные, на самом деле невозможно вот так просто решить, просто потому что существуют очень жесткие рамки. И за них невозможно выйти. А что помогает вам это осознать? Общение. Общение с людьми, как бы, ну, общение в изучении проблематики. Я сегодня вхожу в девять комиссий, а их всего девять. То есть я вошел во все комиссии, и я не пропустил практически ни одной комиссии вот за этот период. Поэтому ходил... Но это вот реально же новое знание. Ходил в городской совет, как на работу. А почему как? Это и есть работа. Да, просто если раньше я предполагал, что у меня будет время заниматься своими делами, одновременно работать в городском совете, то сегодня у меня нет времени заниматься своими делами, нет времени заниматься бизнесом. Я вот хожу как по часам в городской совет, как на работу, потому что понимаю, что сегодня это на самом деле самый важный участок, ну, в том числе и работы для меня. Потому что очень много проблем и очень много желания, наконец, какие-то проблемы решить. Но и люди же за вас голосовали, они же ждут каких-то изменений, каких-то решений. И вы знаете, мне есть на самом деле чем гордиться, в том числе теми поправками, которые мы внесли в бюджет города Красноярска. Можете коротко обозначить, чем вы гордитесь за время своей трехмесячной депутатской работы? Я, во-первых, горжусь поправкой, которую мы внесли от фракции Гражданской платформы. Мы выступили с инициативой выделить деньги из бюджета на то, чтобы провести обследование ветхого жилья. Потому что сегодня по закону, по федеральному закону, сами жители ветхого дома должны найти деньги, скинуться и провести это обследование. Но совершенно понятно, что очень часто там живут бабушки, дедушки, пожилые люди, у которых просто нет этих денег. Это очень серьезная сумма и это невозможно собрать. Поэтому мы вышли с такой поправкой, нас поддержала администрация, поддержали другие фракции. Наконец мы эту поправку приняли и город выделяет деньги бюджетные на то, чтобы это провести. То, что касается моего непосредственно пятого округа, я очень горжусь тем, что выбил, не выбил, добился того, чтобы были выделены деньги на строительство спортивного комплекса в 25-й школе. Это поселок Таргашино. На самом деле поселком давно никто не занимался. И сегодня там появится такой центр спорта, появится футбольная площадка, тренинерсный корт. Поэтому мне очень приятно, что мы это сделали. Два. Я могу много называть на самом деле. У меня сегодня мы разработаем над программой по поводу поселка Монтажников. Есть идея, как от этого поселка тоже избавиться. Это ветхие дома. Часть домов аварийных, часть ветхих. И у меня есть идея, есть понимание, есть уже сегодня согласованная позиция с мэром о том, что мы этот поселок тоже ликвидируем. И там появится современное жилье. Мы работаем по поводу поселка Цемитников. Там проблема в том, что по факту поселок находится в промышленной зоне. Но получилось так, что наши промышленные предприятия подписали в Москве документы, согласно которым у них сегодня санитарная зона составляет всего 15 метров. И до юра, они себя сбросили всю ответственность за эту промзону. Мы сегодня ищем варианты и работаем на направлении. Мы выходим с инициативы о том, чтобы в городе появились мобильные лаборатории, которые бы делали замеры воздуха для того, чтобы иметь объективную картину. Для того, чтобы потом обратиться в том числе и в суды, с исками и наконец все-таки призвать к ответственности промышленных предприятий заниматься той территорией, где они работают. И много-много на самом деле пунктов, которых я мог бы уже сегодня перечислить. Но есть еще один очень важный, который касается общественных слушаний. Тоже, насколько известно, вы с коллегами вашими инициировали изменение порядка, уточнение. С чем это связано? Это наша программная работа. Дело в том, что когда мы шли на выборы, мы говорили о том, что необходимо повышать прозрачность бюджетных расходов. Поэтому мы вышли с инициативой, что сегодня все муниципальные закупки свыше миллиона рублей должны подвергаться некой общественной экспертизе. Начиная с миллиона рублей информация будет вывешиваться на сайте, и все желающие могут зайти на сайт и оставить свой комментарий. А свыше 5 миллионов рублей мы требуем общественных слушаний. Дело в том, что закупки, что госзакупки, что муниципальные закупки, это очень сложный механизм. И очень сложно порой найти какие-то оптимальные даже размеры лота. Где-то нужно лоту укрупнять, где-то нужно лоту, наоборот, сокращать. Ну, простой пример. Например, лот по поводу ремонта дорог. Да, нашумевший. Нашумевший. Он был очень крупный, там 3 миллиарда 900, его антимонопольный комитет отменил. Да, вроде как было ошибочно принято решение о том, чтобы все дороги, весь ремонт дорог в один лот объединить. А, например, вот наша позиция по поводу того, как мы кормим детей в школах. Вот наша позиция, например, что, наоборот, лот нужно укрупнять для того, чтобы в городе было, может быть, 1, 2, 3 подрядчика, которые кормят всех детей. Чтобы качество питания было стандартным для всех школ. Когда очень много мелких лотов, и в разных школах мы получаем разные качества питания. А детишки-то у нас все-таки должны иметь некие гарантии стабильности и гарантированного качества. Поэтому в этом вопросе мы хотим поговорить с жителями города Красноярск, но теперь, опять же, оптимальный вариант, как это сделать. Укрупнять, наоборот, разбивать. Поэтому много вопросов. Нам нужно завершать нашу беседу. Константин Владимирович, скажите, а что для вас стало самым главным уроком за эти 3 месяца работы в городском совете? Для меня за эти 3 месяца самым главным уроком стало то, что все-таки мы все нормальные люди. И несмотря на все наши разногласия, в том числе политические, необходимо слушать, необходимо общаться и находить общий язык. Это самое главное. Вот вариант такой, что только мы знаем истину, он не проходит. Он неправильный. Ни с чьей, причем странной. Да, да. Нужно искать компромисс. Нужно, самое главное, слышать и пытаться понять, в том числе своих политических конкурентов или соперников. Константин Владимирович Сенченко, лидер Красноярского отделения партии «Гражданская платформа», депутат Красноярского городского света, был сегодня в нашей студии. Сейчас у нас отличная новость. Идельный понедельник.